Невдалеке от центра Тамбова расположились цеха по производству запасных частей к импортной сельскохозяйственной технике. В год здесь изготавливают до 200 тысяч изделий из металла. До таких масштабов предприятие выросло всего за два с лишним года. Компания сразу начала работать на экспорт, и на сегодня доля таких заказов в выручке составляет 11%. Остальное – это клиенты со всей России. Детали местного производства существенно дешевле оригиналов, однако в качестве не уступают. Держать марку позволяет сильный станочный парк и золотые руки мастеров. Роман – токарь-самоучка, и всего за несколько лет успел освоить ремесло и стать первоклассным специалистом. На работу иду с улыбкой, делится Роман. Молодой человек любит металлообработку, ценит отношения в коллективе и доволен заработной платой. Мы как скульпторы, мы делаем единичные детали, массовые детали. Мы можем делать все, что угодно, без исключений. Главное, чтобы был чертеж и прямые руки. С токарем я работаю не так давно, чуть больше двух лет. Попал я сюда, меня пригласили, зарекомендовали, и я решил остаться здесь насовсем. На предприятии выстроили полный цикл производства. Это значит, что в Тамбов приезжает сырье в виде металлических листов, стержни и труб, а выходит из цеха уже готовое изделие. Это наша линия порошковой покраски кольцевого типа. Здесь развешивается материал, который будет краситься. Далее он поступает в камеру нанесения. И после этого стоит на зонике, ждет, когда его запустят в печь, в камеру так называемой полимеризации. Интересный факт. Некоторые детали на производстве предпочитают красить в несвойственный для такого продукта цвет – золотой. Такое решение приняли в том числе, чтобы повысить узнаваемость. Клиенты идентифицируют Тамбовское производство уже исключительно по цвету. Недобросовестные конкуренты даже пытались подражать яркой раскраске, но вот повторить качество не смогли. С недавнего времени в цехе поселился вот этот лазерный станок. После пуска наладки это будет один из самых мощных лазерных станков Тамбовской области. Он режет металл толщиной до 22 мм. То есть это еще и не предел. А самое главное – это чистота реза. Посмотрите, деталь только из лазера, ее уже можно использовать в дальнейшей сборке или обработке. Тамбовское предприятие внимательно работает с запросами клиентов. Изделия испытывают в полях, а когда сезон заканчивается, аграрии возвращаются с новыми заказами на детали. Компания – активный участник проекта торгово-промышленной палаты «Тамбовская марка». Под таким названием объединились товаропроизводители, которые отвечают за качество и готовы работать сообща. «Тамбовская марка» – это один из таких маркетинговых ходов, необходимых организациям. Потому что это указывает на твое качество, указывает на твою приобщенность к чему-то. Тем более «Тамбовская марка» – это не только нам помощь, это еще помощь Тамбову. Многие люди знают о Тамбове. В планах у руководителя запустить серийное производство прицепного и навесного сельскохозяйственного оборудования. Дискаторы, жатки и корчеватели уникальной разработки местных инженеров готовы завоевать рынок. А поможет им в том числе и принадлежность к Тамбовской марке. Павел Ярасов, Станислав Попов, Александр Кобзарев. Область новостей. Продолжение следует...